Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодняшняя тема нашего дискуссионного клуба, нашей беседы, называется «Достаточно интересная. Пища будущего. Как она изменит человечество и мир?» Давайте представим наших уважаемых гостей. Сегодня в нашей студии такие замечательные гости и специалисты именно по этой теме. Это Климулин Марат Ильдусович, директор автономной научно-практической некоммерческой организации «Институт питания и охраны здоровья», автор десятка статей по функциональному питанию и по алиментарным болезням. Кроме того, он является кандидатом экономических наук. И я еще с большим удовольствием представляю вам, Марию Сергеевну Абызову, аспиранта кафедры генетики нашего Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Ну и с вами я, ведущий Бигбов Альберт. Сейчас мы продемонстрируем вам несколько роликов, посвященных этой теме. Здарова, народ! Меня зовут Илья, и позади меня, наверное, одна из самых главных и самых важных новинок СС 2019 года, мимо которой мы ходили несколько дней и только сейчас, в последний день, добрались до того, чтобы попробовать бургер с мясной котлетой, но которая на самом деле не содержит ни грамма мяса. Вот в этом фургончике, который позади меня бесплатно раздают всем желающим, такой маленький слайдер. Слайдер это микробургер, две булки, одна котлета, я вижу здесь еще помидорку, и где-то там должен быть листик салата. И самое главное, что эта котлета полностью произведена из растительных материалов. Животные не пострадали. Ни одно! Не могу сказать, что я исповедую идеи вегетарианства или тем более веганства, я ем мясо и не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу, но тем не менее, мне очень интересно попробовать, насколько искусственное мясо из растительных материалов может быть похоже на настоящее. Мне на ладошку уже что-то капнуло. Давайте попробуем. Ну, знаете, что я вам хочу сказать? Если бы я не знал, что это котлета без мяса, я бы ни за что бы не догадался. Котлета, знаете, такая жирненькая, мясистая, насыщенная соком, вот с нее капает даже, как вы видите. И серьезно, это никак, вообще никак не отличается от обычного, привычного нам мяса. Ноль миллиграммов холестерина, семь граммов протеина, без антибиотиков, без животных гормонов и микроскопическое влияние на окружающую среду, в отличие от настоящего мяса. Я еще, с вашего позволения, кусну. Вкусненько. Мне нравится. Ну что, вот вы знаете, у меня жена вегетарианка, она не ест мясо, и я ее поэтому называю гастродевиантом. Ну, просто потому, что я считаю, что мясо это вкусно, и его нужно есть. Но когда мы идем в какую-то бургерную, типа великолепного бургермастера в Берлине, она заказывает бургер, ну, типа с грибной котлетой, с овощной котлетой, без котлеты. И я представляю, насколько ей бы понравилась вот эта штука. На вкус как мясо, выглядит как мясо. Реально вкусная штука, и главное, без мяса. Я его весь сейчас сожру. Прям реально сочная котлета. Честно, я не перестаю вот сейчас жую и не перестаю удивляться тому, что эта котлета сделана не из мяса, а на вкус она реально мясная. Технология производства псевдо-мясных продуктов уже пережила целую кучу экспериментов. Были удачные, были неудачные. Сейчас мы едим уже вторую версию такой котлеты, которая действительно, ну, повторюсь, уже в который раз полностью идентична котлете мясной. Она полезная, она здоровая, в ней совершенно нет холестерина. И представляете, какой полезный отпечаток может оставить эта технология на нашей текущей экологической ситуации. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что говяжьи котлеты производятся из коров. А коровы, в свою очередь, в огромном своем количестве, оказывают значительное влияние на парниковый эффект, на нашу экологию и прочее-прочее. Таким образом, сократив поголовье скота, которое затем используется для производства мяса, мы сможем действительно, позитивно повлиять на нашу окружающую среду. Итак, наша тема пищи будущего. Сегодня весь мир наблюдает за смелыми и достаточно спорными, с точки зрения этики и прочих аспектов, экспериментами в области искусственного питания. Речь идет об искусственном мясе. Сегодня, может быть, кто-то из вас краем уха слышал об этой теме, кто-то впервые услышит эту тему, но в ряде стран достаточно далеко ушли уже по этой тематике. 5 августа 2013 года в Лондоне состоялась очень необычная пресс-конференция. На ней ученые из университета Мак-Стрита представили образец искусственного мяса. Они сделали самый настоящий бургер на глазах у телезрителей, то есть там пришел повар. Он очень красиво пожарил подложку, мясную подложку для этого бургера, обернул его, и они с удовольствием это все съели в эфире. Это было искусственное мясо, выращенное, искусственное, инвитро, как говорят медики и биологи. Здесь была продемонстрирована именно та вещь, над которой бились ученые на протяжении нескольких десятков лет. И первым даже эту тему поднимал никто иной, как премьер-министр Великобритании Уинстон Тертель. Он писал в своих дневниках, в своих размышлениях, книгах, он писал о том, что человечество будет выращивать искусственное мясо, что человечество в конце концов перейдет на него. И первые эксперименты в области выращивания искусственного мяса, они начались с началом 2000-х годов. И в 2001 году уже были, в 2002 были первые эксперименты на этой почве. И сегодня мы констатируем, что искусственное мясо, оно уже начинает входить в быт. И в ряде стран, например, в том же самом Сингапуре, очень известен контракт американской фирмы Jazz, которая поставляет в сети Burger King выращенные искусственные куриные наггетсы и прочие вещи, деланные совершенно искусственным путем. И никого не удивить сейчас темы искусственного мяса в той же самой Калифорнии, никого не удивить темы искусственного мяса в той же самой Германии. Везде растут стартапы, везде пытаются сделать какие-то вещи, бургеры делают, делают наггетсы, делают даже робкие попытки производства стейков. И технологии совершенствуются. В 2013 году в Лондоне, когда показывали первый бургер с искусственным мясом, уже тогда сказали, что себестоимость производства этого искусственного мяса, она тогда выглядела просто космической, то есть она насчитывала около 300 тысяч долларов. Представляете, 300 тысяч долларов за один бургер. И теперь стоимость производства стала падать в разы, а то и даже на порядке. И сейчас речь идет о себестоимости производства подобных вещей где-то в районе от 100 и ниже долларов. Некоторые докладывают, что даже им удалось достигнуть себестоимости 20 долларов за бургер из искусственного мяса. И мы сейчас вплотную подходим к очень интересной вещи, что сама индустрия искусственного мяса, то есть перефразирую слова классика, из всех искусств для нас важнейшим является мясо. Перефразируя эти слова, мы должны сказать, что производство мяса, оно коренным образом, искусственного мяса коренным образом перевернет вообще все сферы человеческой деятельности. Потому что человек так устроен, он мясное животное, он потребитель мяса, он очень любит это мясо. И многие цифры, цифры по потреблению мяса растут и растут. И, соответственно, вся индустрия вокруг этого растет и растет. Можно привести китайцев, которые при МАО потребляли в 4 раза меньше мяса, но с экономическим ростом у них уровень потребления сейчас вырос в 4 раза. И вообще прогнозируют, что человечество скоро, там, после 30-го года достигнет величины уже около 10 миллиардов человек и, соответственно, вырастет спрос на мясо, как его закрыть, плодить эти пастбище, плодить коров, свиней, птиц или перейти на эту новую технологию. Вот об этом мы сегодня поговорим. Простите за столь длинный такой экскурс, но он необходим, потому что тема такая, что кто-то, я еще раз повторюсь, кто-то, может быть, краем уха слышал, а кто-то вообще не слышал. Поэтому давайте начнем, наверное, с технологической точки зрения и спросим Марию Сергеевну о технологии, как производится это искусственное мясо. Сначала мне хотелось бы немного оговориться, тут используется термин «искусственное мясо». Не такое уж оно искусственное на самом деле, ведь это мясо выращено из клеток животных, которые забраты у животного и культивируются в лаборатории практически в тех же условиях, в которых они растут в организме животного. Как забирается мясо? Животное страдает от этого? То есть клеточки, вернее, для производства мяса? Нет необходимости при заборе животное убивать. Можно сделать местную анестезию, асептический разрез, забрать небольшой участок ткани и затем выделить из него стволовые клетки. И животное может жить спокойно, наверное, у него будет немножко болеть шарамик, но недолго. А сколько из одного животного можно понаделать других животных? Сейчас я точно не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что наша деятельность находится в стадии разработки. Пока что мы работаем уже около года с материалом от одного животного. Я так понимаю, это стартап. Расскажите, пожалуйста. Да, мне повезло работать в стартапе, который называется «Артмид» и базируется в Казани. В России, насколько я знаю, всего два подобных стартапа. В одном из них я работаю. И вы сейчас занимаетесь именно каким мясом? Курица, птица? Сейчас мы занимаемся кониной и осетриной. Так повелось, что в Татарстане издревлее это мясо данных животных активно употреблялось. И это является нашей фишкой, потому что большинство стартапов выращивают мясо более обычных животных, таких как коровы или, как вы заметили, курицы. Мы решили пойти не совсем обычным путем. Что касается технологии, как я уже сказала ранее, производится забор столовых клеток у животного. Далее эти клетки выращиваются в лабораторных условиях, в чашках Петри в большом количестве. И затем мы используем их в 3D-печати. Сколько длится процесс? Как он вообще выглядит? Можете как-то образно хотя бы это показать? Рассказать? Это какие-то автоклавы, да? Да-да-да, конечно. Не совсем автоклавы, хотя автоклавы мы тоже используем. Мы работаем в условиях полной стерильности, в ламинарном боксе. То есть никакого кондоминирования бактериями быть не может. И это один из плюсов такого мяса. Потому как всем нам известно, что в мясе животных может содержаться большое количество бактерий, разных вирусов. И есть возможность заразиться чем-нибудь, если данное мясо, например, не подвергнет должное термической обработке. Та технология, которую мы развиваем сейчас, в будущем, когда она выйдет на рынок, позволит полностью избежать какого-либо бактериального заражения при поедании такого мяса даже без должной термической обработки. Масштабируется ли технология Артмита? Скажите, то есть ее можно взять, промышленные масштабы перевести? На сегодняшний день, конечно же, нет. Понятно, что стартапу нашему всего год, и даже если говорить больше о других стартапах, которые расположены, например, в Америке базируются, либо же в Европе, надо понимать, что и финансирование там в разы и в десятки раз выше. Тем не менее, даже наши зарубежные коллеги еще не вывели продукт на рынок. То есть масштабирование до производственных масштабов еще не осуществлено, но технология молодая, она развивается. Я надеюсь, где-то года через три или пять мы услышим о первых выходах на рынок в этой области. Сколько времени, скажите, пожалуйста, нужно для того, чтобы хотя бы бургер сделать? Мы подошли к корове, делали надрез, биопсию, правильно так называют, взяли кусочек ее клеток. Я так понимаю, там какая-то подложка, питательный субстрат. Это все кладется туда, то есть стерильность, естественно, все правила безопасности и гигиены. И через какое время это все вырастает? По оценкам наших коллег, за три недели. Три недели. И можно опять к этому теленку подойти? Можно даже не подходить к этому теленку, потому как его клетки были до этого нарощены и заморожены. Можно просто достать их из криобанка, снова разрастить до необходимых масштабов и сделать еще один бургер. Светлое будущее всего человечества, уважаемые телезрители. Смотрите, одна корова может накормить все человечество. Весь человеческий род, один раз поставив клетки, которые будут тиражироваться, тиражироваться, тиражироваться. И это можно сказать, как в Индии, это будет священное животное для всего человечества. Так? Ну, делать настолько оптимистичное заявление я бы на сегодняшний день не стала, но идея такова. Понятно. Мы сейчас хотим рассмотреть такую вещь, как эффекты вообще связанные от появления этого искусственного мяса. Мы пока говорим про мясо, потом мы плавно перейдем и к другим вещам, вроде искусственного питания. И понятно, что здесь есть многочисленные эффекты. И вот я бы хотел поговорить о эффектах для человечества, для людей, для их пищевых наклонностей, для их образа жизни. Я бы хотел поговорить с вами, Марат Ильдусыч, и спросить, задать вам вопросы. Вот как это вообще все изменит? Вот скажите, пожалуйста. Вы знаете, я хотел бы начать свое выступление с актуальности задачи, той, которой занимаются сегодня коллеги. Безусловно, вот эти вот фундаментальные исследования на, несмотря на дороговизну сегодня, там, выхода товарной продукции, какие-то сложности, мы должны здесь просто поддерживать эти стартапы, потому что иначе мы просто отстанем очень сильно. Это мы должны понимать и очень приятно, то, что на площадке нашего Казанского федерального привозского университета этот стартап рождается. Сегодня ведь, можно просто сказать, сегодня есть нутриентный дефицит в питании нашего населения. Он есть даже в цивилизованных странах. Вот мы открываем федеральный проект, который называется «Укрепление общественного здоровья». Здесь четко написано, это поручение президента, правительства Российской Федерации. Не менее 30% населения обеспечены доступом пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. Теперь давайте вот это вот все переведем на понятный язык. Та ситуация, которая сегодня есть, к сожалению, в обеспечении животно-отческой продукции, а ведь мясо нам, оно представляет интерес благодаря своему химсоставу. Аминокислотный ряд, в первую очередь, незаменимые аминокислоты, да, некоторые витамины, такие как B12, которые животного происхождения, в первую очередь усваиваются. То есть и мы, хотим мы не хотим, мы должны мясо в лиционе потреблять. Сегодня животноводство, к сожалению, вы об этом сказали, не всегда может предложить рынку качественное мясо. Благодаря тому, что все промышленные технологии, они так или иначе связаны с комплексом ветеринарных мероприятий. Птицеводство, свиноводство, где наиболее скороспелое мясо, наиболее серьезная роль ветеринарии. То есть медикаменты, гормоны, профилактические мероприятия, если не дай бог какой-то прорыв по заболеванию, то уже идет лечебная доза. Это все безусловно, когда мясо скороспелое, все это в товарной тушке мы имеем. И что бы мы потом с ним не делали, мы потом это будем наблюдать в виде роста аллергических заболеваний наших детей, да, или взрослых. Снижение иммунитета, это все не обесследно. Теперь то, что сегодня говорят вот для Татарстана, 30 процентов, да, это практически вот срок исполнения 15 декабря 2019 года. 30 процентов населения, это для Татарстана практически там миллион 300, наверное, да, миллион 200, там 70, 280, нет, в Татарстане там 4, почти 4,5 миллиона. В Татарстане? Да, это для Казани, наверное, вы цифру привели. Нет, почему? В Татарстане сегодня... А, вы имеете в виду 30 процентов? Сегодня я просто еще не слышал, чтобы мы 4-х миллионного татарстанца праздновали, потому что я думаю, что это будет с размахом праздноваться. То есть в Башкирии, да, они за 4, у нас чуть-чуть до 4 не хватает, у нас хорошая динамика. Так вот, делим на 3, это получается миллион с лишним. Теперь, то есть этот дефицит есть, он указан, понимаете, он для всех регионов практически есть, да? Сегодня мы продукцию инвитро, выращенную по такой технологии, да, мы ее рассматриваем с точки зрения, как решение вот этой вот проблемы дефицита. То есть в данном случае по усвояемым аминокислотам, по незаменимым аминокислотам, по витаминам, некоторым минералам и биологически активным веществам. То есть говорить о том, что мы там завтра будем производить продукцию, как условно там челны бройлер или там камский бекон, нет, безусловно, да. Большие заводы. Нет, нет, но это вероятнее всего будет. Будет за этим будущее. Давайте мой рынок развивается очень быстро, не будем пока иронизировать. Возможно, это все будет. Но вот с точки зрения для того, чтобы вот эта вот биологически активная добавка к тому нашему рациону, вот мы съели небольшой кусочек вместе, допустим, на первом этапе, да, и вместе с классическим мясом и получили необходимый запас витаминов и минералов. Понимаете, вот биологически активная добавка, выращенная экологически чистым натуральным путем. По мере того, как будет снижаться себестоимость, по мере масштабирования промышленного производства, себестоимость будет падать. Сегодня даже можем в динамике посмотреть. 13-й год себестоимость была, и сегодня уже есть, сегодня уже, вот Мария говорит, ну, сегодня уже в Силиконовой долине, есть, допустим, в Кремниевой долине, да, в Америке, есть бары, которые уже этим занимаются, вот вы звоните туда и говорите, вот я буду у вас в Америке, допустим, там, 23 марта, моя фамилия там, Иванов, Петр Иванович, мне, пожалуйста, вот порцию сделайте мне из этого, не вопрос. И это все более-менее доступно. То есть, мы сейчас говорим о том, что сегодня для решения вот этой вот поставленной задачи необходимо иметь разные источники. И вот этот вот источник производства продукции, товарной, а мы говорим все-таки о том, что это товарная уже продукция, неважно, она ин вива выращена, то есть ин витро она выращена, да, она должна соответствовать качественным показателям для функционального воздействия на организм. И что для нас, для нутрициологов, очень важно, то, что любой культивируемый процесс человека, он управляемый. Мы, допустим, говорим о том, что вот нам, дорогие коллеги, не нравится, что у вас вот не так много витамина группа B12. Вы подумайте, как вашу субстанцию подкормить, вывести, для того, чтобы, значит, его было достаточно. Или, например, допустим, очень важный аспект сегодня, да, нутрициологи с диетологами, со специалистами, с физиологами спорят, роль мяса в здоровье организма. То есть, если бы, конечно, мясо сегодня мы могли бы культивировать и управлять эти процессы по химическому составу насыщенных или полиненасыщенных жирных кислот, нам интересны полиненасыщенные, омега-3, линолевая, алииновая кислота, а, к сожалению, в традиционном мясе, да, значит, говядина, допустим, или там конина, неважно, да, к сожалению, значит, вот эти вот мононасыщенные жирные кислоты, они преобладают. Вообще, любая животноводческая продукция. И в этом смысле управляемый процесс, он представляет, конечно, для физиологии человека, для решения функциональных задач огромный потенциал научный. Поэтому мы с удовольствием, значит, готовы поддерживать, готовы молиться, чтобы у них это все получалось и снижалась себестоимость. Можно задать вопросы, которые наверняка зададут наши телезрители, которые хотят задать наши телезрители. Смотрите, вот мы получаем некую вещь, мы, как бог, можем сделать из этого искусственного мяса продукт с заданным, заданным, допустим, палитрой витаминов, аминокислот. Мы можем даже вот, ну, какие-то лекарства туда, да, вводить, вот когда, ну, допустим, если речь идет о питании людей, болеющих людей, мы можем им предложить искусственное мясо с какими-то вот там добавками лекарственными. С какими-то, так скажем, функциональными особенностями. вот человек, допустим, страдает нехваткой веса, там, нехваткой мышц, и мы можем с астероидами предложить ему, да, вот это все. То есть речь идет об этом, да? И особенно, вы правильно уловили мысль, особенно это, вы знаете, вот это вот будущее в питании, то, чем занимаются сегодня коллеги, выращивая, то есть вот мясо в инвитро, по технологии инвитро, оно, во-первых, вот способы применения и отрасли, да, это спортивная нутрициология для спортсменов. Второе, это, безусловно, внутри геронтологии, то есть это вот все, что связано с воздействием питания на качество старшего поколения, на жизнь старшего поколения. Ведь с возрастом, вы знаете о том, что тонус нашей мышечной ткани, он падает, да? И мы как раз управляем через скелет мышечной ткани, ведь речь идет, это мышечная ткань в первую очередь, потому что, значит, и мы как раз можем, безусловно, получить те белковые фракты, которые легко усвояемы старшим поколением, да, и которые позволяют нам, на самом же старшему поколению, ведь у нас целая программа есть, активное долголетие, понимаете? Активное долголетие. То есть человек в возрасте 67+, ну, это просто законодатель говорит, 67, там, и плюсы уходят туда, он должен находиться в активном долголетии, то есть он должен все физиологические, значит, особенности своего возраста воспроизводить, он должен двигаться, он должен мыслить, то есть он не должен превращаться с возрастом, значит, в человека с ограниченными возможностями, вот это очень важно, продлить, и мы ведь иногда с упоением смотрим на пенсионеров старшего поколения, то есть, да, когда в том же Европейском Союзе или в Америке, то есть, когда, значит, они живут полной жизнью физиологической, ну, да, понимаете, это вызывает зависть даже, полной жизнью, когда смотришь, то есть, в 90 лет, там, для них очень важно, нравится она мужчинам или нет, женщина, она следит за собой, мужчина живет полной жизнью, полной жизнью, полной жизнью, это в том числе, и, так сказать, вот все. Можно задать вам всем такой морально-этический вопрос, вот, если, уважаемые те зрители, если вы читаете или смотрите фильмы, где есть элементы киберпанка, то есть, увлекаетесь этим видом, видом описание художественных произведений, там, действия, такие вещи, что, вот, искусственное питание будущего показывают, там, какие-то, да, есть искусственное мясо, люди едят это мясо, и, допустим, у них резко поднимается настроение, ими, их поведением начинают управлять какие-то мрачные, такие мега-корпорации в фильмах будущего, то есть, это тоже показано, и, нет ли такой вообще опасности, что, вот, допустим, ну, вот, появится мясо, допустим, с каким-то психоделическим эффектом, когда, вот, да, вот, вышла плохая новость какая-то там, ну, после этого на рынок поступает мясо с хорошим содержанием психоактивных веществ, люди его едят, становятся счастливы, и вкус мяса этого искусственного гораздо интереснее, есть ли опасность, чтобы поработят нас вот так вот, таким образом. Со всей ответственностью могу заявить, что мы в ArtMid никогда не будем добавлять психотерические добавки в мясо, и я надеюсь, наши коллеги зарубежные в других стартапах тоже это делать не будут, ну, а почему вы считаете, что вот нельзя в Coca-Cola, например, добавлять такие психотерические добавки, и сейчас нами не управляют при помощи Coca-Cola питьевой воды или чего-нибудь такого? О, это такая интересная тема, то есть, во-первых, пока еще рецепт Coca-Cola, он не опубликован в открытом доступе, вот, но все равно попьешь Coca-Cola и как-то энергии больше прибавляется, это факт, что кладут, наверное, все-таки сахар, наверное, какой-то там, больше сахарозы и всего прочего. И вот мы сейчас немножечко начинаем переходить даже к теме такое, что не искусственным мясом будет жив человек будущего, но и вообще всей этой искусственной едой. И я вам расскажу случай из моей жизни. Одно время я ходил в спортзал, занимался, качался, естественно, там есть протеиновые добавки, то есть, если вы видите большая сеть магазинов спортпитания открыта у нас и в городе, и в республике, и вообще в стране в мире представлено. Сейчас купить какие-то там виды спортивных добавок для наращивания мышечной массы, какие-то кислоты необходимые для этого процесса, это вообще не проблема. И появился достаточно интересный класс людей, я с ними сталкивался, которые не ходят даже в магазины, они не покупают яйца, картошку, морковку и еще что-то, берут вот эти вот пакеты спортпита, коробочки, скляночки, и все это мешает, и тем и живут. То есть, представляете, то есть, вот люди будущего, они уже перешли на такой режим питания. Можно ли вот так вот себя обеспечивать вот такими искусственными вещами, закрывать весь свой рацион? Марат Ильдович, скажите, пожалуйста. Знаете, безусловно, конечно, в социальном паспорте любого общества найдутся разные люди, и такие в том числе. Но, с точки зрения нутрициологии, безусловно, конечно, правильно это или неправильно, мы говорим, потому что человек сам выбирает свой путь, как ему питаться, к сожалению, мы можем только ему подсказать. Безусловно, конечно, если взять особенности нашего организма для нормального функционирования перистальтики организма, все-таки пищевые волокна и какая-то такая вот грубая пища, которая будет долго перевариваться и будет благосклонно и благотворно влиять на весь наш пищевой статус, она необходима. И ведь проделано очень много экспериментов, люди, которые разные были вот эти группы достаточно многочисленные, то есть люди, которые в течение длительного времени получали переобразную пищу, туда все добавлялось, на миксере все это сбивалось, и через какое-то время вот мы вроде бы все сбалансировали, положили, но организм устроен так, он со временем все хуже и хуже начинает усваивать, те биологически активные вещества, которые есть в этой пище. Понимаете? Поэтому как биологически активная добавка, это можно рассматривать, но с точки зрения усвояемости, это очень важный момент, насколько это все усвояемо, это вопрос такой риторический, тут надо смотреть индивидуальный статус человека, насколько подходит это все или нет. Но в любом случае, в любом случае, вот мы говорим так, можно, допустим, начиная с завтрашнего дня из овощей, из фруктов делать какие-то смузи и 3-4 раза в день по стаканчику, по полстаканчику их выпивать, эти смузи, да? В этом это все получаешь необходимое. Но мы говорим о том, что необходимо все-таки сделать перерыв и те фрукты и овощи, которые ты сбиваешь на овосте, их иногда надо жевать. Ту же морковку, тоже яблоко, понимаете? то есть здесь есть физиологические особенности. Организм требует какой-то гликемический индекс у нас всех разный, Потому что ты когда сбиваешь, у тебя все вот эти углеводы, значит, человеческий организм, он просит какой-то клетчатки, каких-то вот этих грубых волокон, да? В любом случае, смотрите, вот еще раз, чтобы вы понимали одну такую вещь, да? То есть физиология организма, она формировалась миллион и лес, да? Миллион. То есть вот у нас есть, значит, свои особенности анатомические. Если мы сегодня, то есть, грубо говоря, какими-то маленькими заготовочками будем это все, да, вот здесь суточная доза минералов, значит, там, значит, витаминов и большей части аминокислот и биологически активных веществ съели и запили. То есть, да, какое-то время организм будет это все воспринимать, нет. Но если мы начинаем, значит, ну, допустим, некоторые, так сказать, нутриенты убирать из рациона, допустим, ну, те же, к примеру, пищевые волокна, вот которые, то есть, необходимы просто для того, чтобы это все работало, чтобы вся вот система, значит, организма человека работала исправно, мы от этого не уйдем никуда. Или это должен быть какой-то искусственно созданный человек, вот с таким маленьким желудком, моториком, да, то есть, у которого будет вообще, может быть, даже и не мясо инвитро, а просто, может быть, там, жидкость какая-то, условно напоминающая. Ну, это, наверное, будет очень-очень далеко, и здесь вряд ли, наверное, само человечество перейдет эти этические какие-то нормы, законодательно, ведь у нас законодательно во многих странах запрещены эксперименты, допустим, ведь сегодня ученые вполне могут клонировать человека и выращивать, но запрещено во многих странах. этический кодекс. Понимаете, то есть, потому что мы уже вторгаемся туда, куда, пока мы еще не готовы, мы не понимаем, что из этого получится, поэтому в любом случае наш пищевой статус, он изменится, если даже изменится, скорректируется, то не сильно. Пока мы говорим о том, что мы вот люди в чистом виде, а не искусственный интеллект, у которого значит, такой вот маленький пищевод, который только просто значит, называется человек, а на самом деле, то есть, его вот соседней комнате инженера собрали, то есть, и назвали его там Альберт, Марат и Мария, то есть, и все, мы такие сидим, тогда, безусловно, нет, то есть, что, а живой организм, то есть, биологическое создание, да, тут мы никуда не денемся от особенностей физиологии. Коли, у нас есть особенности физиологии и любовь с формированными нашими пещерными предками вот к этому грубому клетке, к этой грубой клетчатке, к этим грубым мясным волокам. Мария Сергеевна, скажите, пожалуйста, нам, а вот то мясо, которое есть, вы его пробовали? Ну, смотрите, надо понимать, что на сегодняшний день в нашем стартапе и во многих других именно до мяса, такого, какого привыкли мы его видеть, в виде куска или стейка, еще очень и очень далеко. Сейчас мы занимаемся наращиванием биомассы клеток, ее созреванием, то есть клетки из животного забираются на одной стадии развития, именно мясом они становятся, пройдя некоторые стадии созревания, и кроме этого важно понимать, что в мясе ведь содержатся не только мясные клетки, там содержится и соединительная ткань, которая собирает их вместе, которая именно придает структуру данному мясному куску, сосудистые клетки, то есть невозможно представить какой-то живой объект, чтобы у него не было сосудов кровеносных. Жировые клетки жировые клетки, кстати, отвечают именно за вкус мяса, то есть если мы будем потреблять только соединительные тканные клетки и мясные, то вкус их мы почувствуем очень слабо, потому как рецепторы, которые у нас в ртовой полости расположены, благодаря которым мы чувствуем вкус, для их работы необходим жир, то есть если вы даже в животном возьмете кусок мяса и пожарите его совсем без жира, он будет менее вкусный, менее приятный вашему вкусовому ощущению, нежели если там будет жирок. Вот почему все любят бекон? Потому что там прослойка мяса чередуется с прослойкой жира. Так же и здесь. Следовательно, просто нарастить биомассу мышечных клеток недостаточно для того, чтобы сделать это культивируемое мясо. Необходимо нарастить несколько клеточных популяций, а более того, заставить их взаимодействовать вместе, так как они взаимодействуют в настоящем мясе. Это работа на ближайшие несколько лет, то есть опять же тут невозможно обойтись одной какой-то научной группой, это нужны усилия нескольких университетов по всему миру. Знаете, в университетах мировых и стартапах тоже в той же Америке, в том же Китае и в других странах уже какие-то образцы продукции есть, то есть то, что нам показали в тринадцатом году, это возможно был первое вообще, то есть да, там показали бургер, вот эту вот подложечку у этого бургера, но уже сейчас наггетсы есть на этой технологии, и люди, которые пробуют, у них совершенно разные ощущения. Когда к передаче готовился, одни говорят, что ну это вообще не то, это вот не то, что нужно какое-то время, чтобы наши пищевые предпочтения как-то к этому приспособились, то есть ну и вроде бы и мясо, и не мясо, и что-то там что-то есть от мяса, а так вот другие говорят наоборот, другие горячие энтузиасты этого, особенно это касается таких людей, которые сдвинуты вот на страданиях животных, на веганстве, вот на они говорят да ерунда все привыкнем нормально будет будет даже вкуснее мясо это все и мы пока видим вот разного рода вот такого вещи вкусы меняются поменяется ли у людей вкус вообще вот Марат Львович скажите вы знаете вы правильно абсолютно обратили внимание я хотел добавить вот к тому о чем говорила Мария то есть для нас для нутрициологов особой проблемы нет вот выращивают они биомассу условно допустим да которая по тем или иным вкусовым рецепторам ну мы называем понятие органолептика да не подходит для приема то есть это выгодит как желе да какое ну условно да не желе но не важно в каком оно будет виде желательно конечно это все таки структурированная то есть мышечная ткань которую можно увидеть почувствовать прорезать вопрос не в этом вопрос в том что на первом этапе и так кстати развиваются ведущие наши стартапы мировые да они просто напросто недостающие для вкусовых тут жировую ткань берут из говядины понимаете тот же допустим там к примеру те же вот недостающие может быть для формирования вкуса допустим там коллагеновые соединения которых тоже к сожалению недостаточно пока сегодня то что мы видим на том товарном рынке который инвитро предлагает сегодня это не только наш стартап это вообще то есть это все проблема решается но я думаю здесь маленечко проблема в другом вот вы сейчас сказали о том что для некоторых социальных групп там для вегетарианцев то есть для веганцев возможно это будет решение я бы однозначно так не сказал потому что есть так назовем их так ультра ультра ортодоксальные веганцы которые говорят все-таки это все равно эмбрион животного изначально это животного происхождения клеточка животного неважно но это животного клеточка они говорят это нам не подходит нам вот не это поэтому поэтому мы только на них ориентироваться не должны безусловно то что касается формирования органолептики и вкуса у нас в нашей российской федерации в частности огромное воспроизводство биоресурсов биоресурсы это то что природа матушка дает без всякого культивирования человека ей только не мешай она каждый год дает миллионы миллионы дикорастущего сырья и практика первая показывает что из этого дикорастущего сырья мы можем сформировать соусы какие-то значит добавить элементы дикорастущего сырья в традиционный рацион питания которые обманут наши вкусовые рецепторы и мы будем это воспринимать то есть здесь еще вот то о чем вы говорили то есть здесь все новое рождается на стыке междисциплинарном нутрициология генетика тканевая инженерия да то есть мы еще особо не подключались в этом вопросе мы поиски мы в порядке я вам для примера скажу одну такую вещь вот смотрите когда бурно начало развиваться мясное птицеводство возникла проблема обеспечения протеином роста большого стада птицеводстве и в свиноводстве как решила вообще наука эти все вещи она просто-напросто перешла на синтетические аминокислоты синтетические аминокислоты до которых безусловно не хватало и рационы ну в данном случае допустим кукурузно-соевые рационы то есть белок был взят основной с растительного а те незаменимые аминокислоты которые мы просто не могли обеспечить там которые мы брали в рыбной муке в мясокосной муке мы начали добавлять значит эти аминокислоты синтетические но и птицу не обманешь или животное не обманешь она ковыряется в этом корме не ест нет продуктивности от этих кормов есть такое понятие в животном она хочет переваривать конверсия корма не усваивается не растет то есть так же как вы говорили человек добавля начали добавлять что начали добавлять синтетические ароматизаторы и птица потихонечку начала или там свинопоголовье начала этот корм поедать поедать и помимо того что там рассчитано энергопротеиновое соотношение правильно чтобы усваивалось это и была хорошая конверсия в животноводстве был экономический результат помимо этого вот эти вот рецепторы животного которые нам человеку пока непонятно они помогают усваивать и давать хороший результат или то же самое сегодня в колбасной промышленности возьмите мы берем сегодня колбасу в которой априори нету вообще ни одного грамма и только колбасу мы ее режем режем да значит делаем из нее какой-то бутерброд идеальный вкус советской колбасы получаем даже лучше чем советской колбасы хотя на самом деле там вообще нет никакого куска мяса она и выглядит красиво она и выглядит красиво она и не портится ее можно на даче вот я на даче оставил там кусочек колбасы то есть через два года приехал на дачу лето прошло зима прошла весна не это но она как была так и была она даже не портится потому что там представьте сколько там консервантов заложено то есть в этой колбасе уважаемые телезрители идете в магазин там не только такая колбаса которая колбасой может быть только по названию но и молоко какие-то виды соков например да вот иногда люди пьют сок а там сок химия химия и жизнь как говорят в таких случаях и мы уже если вас пугает вот эти вещи связанные с искусственным мясом вот что такое вот да мы уже живем мы уже по другим продуктам едим достаточно искусственные вещи и как эти достаточно искусственные вещи повлияют на нас это еще вопрос но вот давайте вернемся все-таки к нашей теме теме нашей беседы и поговорим немного о других аспектах связанных производством искусственного мяса таких вот экономических климатических вот я скажу я когда готовился я с ужасом читал цифры то есть одно дело ты читаешь вот как-то там отвлеченно а когда начинаешь это смотреть и выявляется такая цифра что в год убивается 70 миллиардов животных это для того чтобы мы сохраняли свои мясные привычки 70 миллиардов об этом говорят защитники животных и такой огромный массив 70 миллиардов животных это еще мало потому что человечество растет нужно их еще больше их еще больше а с этим возникает огромное количество негативных эффектов ученые говорят вот пресловутый парниковый эффект которым обвиняют заводы фабрики и все прочее а оказывается животные вносят животные производят столько парниковых газов есть эмиссия метана есть эмиссия углекислого газа животные производят столько что 50 есть оценка 50 процентов от всей эмиссии парниковых газов это больше чем все виды транспорта на планете вместе взятые это все производят животные на животных уходит огромная уйма воды чтобы получить 1 литр говядины нужно 43 тысячи литров воды животное пьет опять-таки вода загрязняется потому что вы если проедете мимо вот этих животноводческих ферм какая бы она хорошая ферма не была но там есть и экологические последствия и кроме того производство в таком огромном виде то есть 70 миллиардов животных они не должны болеть ведь то есть они должны быть устойчивы к инфекциям их пичкают чем только не пичкают пичкают и анаболиками пичкают и лекарственными препаратами чтобы они не болели и у человека сейчас вот ученые генетики они биологи они со всей предосторожностью они 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 предупреждают что появляются устойчивые к лекарствам супер бактерии у человека потому что люди начинают люди едят годами вот это напичканное лекарственными препаратами мяса ведь препараты они конечно уходят при там варке какая-то часть разрушается какая-то гибнет но все равно они попадают у нас и мы тоже уже скоро начинаем становиться мы как есть такая поговорка мы то что мы едим и мы тоже начинаем становиться вот таким вот хранилищем вот этих вот синтетических и синтетических и лекарственных препаратов которые попадают нам пищи вот эти вот все вот эти вот негативные аспекты о которых можно много 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 говорить они действительно снимаются производством искусственного мяса этим производством заданный заданные палитрой аминокислот питательных веществ нужных препаратов свободными от вот этих вот лекарственных добавок которыми сейчас спичкают животных и мир он действительно преобразится и очень сильно изменится и вот мы сейчас перейдем к той части нашей беседы которая касается именно вопросов этики потому что сейчас достаточно очень сильное предубеждение в области вот экспериментов связанных с искусственным мясом например но простой пример вот я допустим мусульманин курбан байрам кого я буду резать когда будет вот искусственное мясо я шучу конечно но мы здесь является ли вот вот такой вот вопрос даже простой является искусственное мясо халяльным или не является вот об этом даже сейчас теологи спорят вот ваше мнение вообще если что-то вы знаете вот такой глобальный вопрос вы подняли дам давайте вот начнем с цифр во первых как это все влияет на наше общественное здоровье приведут несколько цифр возьмем за последние шесть лет это расчет рост данные минздрава российской федерации берем категорию зарегистрированных больным с диагнозом установлены впервые жизни то есть впервые людям ставится этот диагноз помимо тех которые есть уже на статистике допустим возьмем из социально таких значимых болезней так называемые то есть болезни характеризующие повышенным кровяным давлением 2013 году было восемьсот восемьдесят пять случаев впервые поставленных значит диагностированных у нашего населения 2019 к сожалению 20 года пока в русстате еще нету по понятным причинам русстаты идет маленечко то есть с опозданием вот за 19 год до в тринадцатом восемьсот восемьдесят пять тысяч в девятнадцатом году миллион семьсот двадцать семь пять шесть за шесть лет двукратная двукратная то есть это вот как раз о чем мы говорим да почему то есть значит ведь характеризующие повышенным кровяным давлением но это не только сельсосудистые заболевания хотя в основе сельсосудистые заболевания то есть это опять химический состав мяса которое мы едим качество продуктов то есть тот же вот та же липидный состав который сегодня есть в мясе инвитро да и значит в мясе в классическом то есть мы все время говорим жирное мясо источник повышенного холестерина значит соответственно атеросклеротические бляшки это все безусловно сказывается на значит это все потом значит о чем мы говорим до сей сосудистые заболевания это мы понимали это самый первая группа заболеваний которая дает нам преждевременную причину смерти самая большая часть населения преждевременно причин смерти все сосудистые заболевания вот повышенное кровяное давление и потом периодически это все переходит там кто или иной то есть гипертензию то есть и со всеми так сказать вытекающими последствий дальше еще хочу обратить внимание болезни эндокринной системы расстройства питания нарушения обмена веществ 13 год миллион пятьсот двадцать семь 2019 году уже 2 миллиона 117 тысяч человек то есть 35 40 процентов болезни системы кровообращения да то есть это уже более детально 10 в том числе сири сосудистой системы до 13 год 4 миллиона двести восемьдесят пять и девятнадцатый год 5 миллионов сто тридцать шесть тысяч человек рост тоже более чем 30 процентов марат и душу изгая тенденция тенденция динамика она к сожалению не очень хорошая и здесь еще есть один такой момент мы это статистически видим нам говорят что последние шесть лет дохода населения не растут к сожалению мы можем это расстаться он говорит соответственно качество продуктов которые мы можем себе позволить ухудшается соответственно это пусть не геометрической но в ариопетической прогрессии влияет на рост тех или иных заболеваний которые так или иначе связаны с несбалансированным несправильным питанием или с качественными показателями значит того тех продуктов которые той пищи которая есть сегодня на рынке ведь законодатель четко прописал усилен лабораторный контроль по показателям качества пищевой продукции соответствии с принципами здорового питания это еще должно было начаться еще в девятнадцатом году усилен контроль понимаете безусловно здесь конечно нам предстоит огромная серьезная работа то что касается влияние животноводства на экологию я вам вы безусловно все правильно говорите безусловно любое животноводство особенно в российских условиях в условиях промышленного производства и интенсификации она оказывает огромное влияние в первую очередь и на экологию и значит во вторую очередь то есть с ветеринарной точки зрения не только экологически ветеринарной точки зрения любое промышленное предприятие животноводческого да она представляет опасность в том числе и по инфекционным заболеваниям то есть та или иная вспышка птичьи ли грипп то какая-то там африканская чума свиней да мы находимся рядом поголовья свина поголовья птица поголовья контакт человека хорошего мало над этим есть смысл думать но я приведу один такой пример есть такое государство под названием швейцария у нас очень многие люди пытаются копировать опыт там лучших западноевропейских стран вот швейцария горная страна если убрать горную часть которая не приспособлена не для ведения никаких сельскохозяйственных работ кроме какого-то от корма на субальпийских площадках да то есть там невозможно выращивать не зерновые культуры не технические культуры то есть вообще заниматься то есть не это да пусть это горы вы следите эту площадь мы убираем оставляем более-менее площадь пригодную то площадь швейцарии в пять раз меньше чем республики татарстан до в пять раз меньше в швейцарии при той стоимости вот вы представьте сколько стоит там земля да то есть если даже наши миллиардеры они не тянут иногда швейцарских нам кажется что они богатые на самом деле по швейцарским меркам это не очень богатые люди да сколько она там стоит там вы не найдете ни одного животноводческого комплекса ни одного когда мы приезжаем швейцарию специалисты и они на нас смотрят мы вот мы рассказываем вот мы от полей до прилавка выращиваем до что такое от поля сам имеешь поля выращиваешь то есть зерновые культуры сам имеешь комбикормовое производство перерабатываешь комбикорм который сам имеешь откормочное производство там или родительское стадо и в то же время иначе у тебя есть и убойницы и у тебя есть и переработка колбасная и еще и свои фирменные магазины сетка от поля до прилавка называется те же европейцы решить царство на нас смотрят и говорят вот у них все это узко специализировано или занимается от кормом приехал человек который на вот этих вот значит скотовозах или птицевозах увозят эту птицу забивает и он возит это все значит там с двух-трех районов продавец значит выращивает фермер выращивает корма продавец продает то есть специализация кооперации работает как часы и по даму смит и если вы по швейцарии допустим или по любой стране едете да где вообще земли то нету просто вообще просто ее нет я еще раз говорю вы никогда не найдете ни одной птицефабрики челны бролер там нет камский бекон там нету но швейцария при и на саре при населении татарстане имея земли полностью по некоторым товарным животноводческим продуктам закрыта она полностью себя обеспечивает понимаете едешь и смотришь вот птица поголовье бройлеры тысяча бройлеров бегают навес значит в каком-то этом или там к примеру курица несушка тут же все это традиционная технология то есть безусловно я хочу сказать что вот органическая животноводческая продукция да она если мы отработаем технологию создадим условия для того чтобы субъекты малого бизнеса на теле развивались и она представляет огромный интерес с точки зрения глобального мира порядка мы можем россии благодаря нашим огромным возможностям мы можем обеспечивать рынок качественный в том числе животноводческой продукции для этого но это опять же не снимает ответственности с того чтобы не поддерживать ученых которые занимаются будущем до выращивания в инвитро этим тоже нужно заниматься уважаемые телезрители для тех кто поспешил коронить сельское хозяйство свете наступающих так мощных агрессивных молодых стартапов которые занимаются искусственным мясом и искусственными продуктами вот хорошие новости вам марат индусович несет он он нам глаголит о оргай органической об органическом животноводстве такой здоровый натуральной органики и где особо не будут мучиться как вот сейчас животные и намного гуманнее будет подход но все-таки вот если брать действительно морально-этические основы связанные с наступлением наступлением эры искусственного мяса она непременно придет когда-то когда-то но человечество вот мы видим она пока не будет отказываться полностью и бежать за этим искусственным мясом все-таки как мы уже услышали есть какие-то вещи есть какие-то вещи которые нельзя вот невозможно вытравить то есть мы будем обязательно к этому обращаться наш эволюция наша устроена так что мы должны вот именно переваривать должны брать и брать это все не in vitro а in vivo из земли из земли из воды и всего прочего поэтому не спешите хоронить сельское хозяйство и я думаю что сегодняшняя передача она действительно в какой-то мере выполнен свою просветительскую функцию наша беседа затронула ряд всего лишь только затронула потому что об этом можно разговаривать бесконечно здесь очень большой пласт есть и морально-этических отношений и экономических последствий климатических экологических последствий то есть мы прогресс на месте не стоит мы видим как все страны сейчас пытаются нащупать свои пути в области искусственного производства продуктов и наша страна не исключение наш татарстан не исключение и кфу не исключение все работают все работают все прогрессивное человечество и поэтому на этой ноте к сожалению не все темы удалось затронуть но на этой ноте я я уверен мы к вернемся и наши гости опять при вернуться в эту студию расскажут что-то новое и дополнительное что сегодня не прозвучали поэтому я их с удовольствием еще раз вам представлю к и поблагодарю с нами были калимулин марат ильдусевич директор автономной научно-технической некоммерческой организации институт питания и охраны здоровья кандидат экономических наук авторы десятка статей связанных с функциональным питанием и у нас была обызова мария сергеевна которая нам действительно сегодня очень многое рассказала по технология по каким-то таким интересным техническим вещам этого всего процесса она аспирант кафедра генетики института фундаментальной медицины и биологии казанского федерального университета у вас вами был я ведущий big bof альберт огромное вам спасибо вам спасибо за приглашение спасибо всяческих пожеланий ваших дерзаниях и ваших разработках на этой теме а